По сути, я тоже как бы людей осуждаю. Когда на них смотрю, я вот признаюсь, ткаюсь об этом, да, что когда на людей смотрю, я уже их оцениваю. Даю им как бы значение, образ даю, да, это уже идет мое осуждение. И когда, допустим, я смотрю опыт такой, например, да, в пустых разговорах, в пустых сплетнях, осуждении кого-то, я смотрю вот так, наблюдаю, меня это дело счастливое, от этого мне хорошо, осудив кого-то, например, обосрав там по-другому, да, оболгав, навешив на ярлыки, меня вот это дело счастливое, я от этого, у меня жизнь прибавляется или нет, осуждая кого-то, сплетничая кого-то, разговаривая пустые слова, ведя пустые разговоры, меня это наполняет, я смотрю, наблюдаю, так, ну это какое-то время наполняет, но все равно я-то все равно к себе опять возвращаюсь, опять вот это уныние, унылое, да, существо, мне это не делать, пустые речи меня не делают счастливые, мне охота маленько в другом направлении, я уже наблюдаю, так, вот этот опыт мне уже не нравится, чтобы кого-то, кого-то осуждать, с кем-то, кому-то, кого-то обливать грязью, меня это не делает счастливое, тем более во мне сидит шаблон, бумеранг называется, да, что не суди, не суди, мы будешь, это есть одна из заповедей, если я это сделаю, все равно внутри у меня есть такой затык, что это случится, что если я кого-то осуждаю, значит меня будут осуждать, зеркало же, отражение, наш мир зеркален, естественно, это срабатывает потом, через какое-то время, в моем сознании, что это бумеранг возвращается, и бумеранг на самом деле возвращается, только я просто об этом не помню, что со мной уже что-то случается, например, да, и за это я уже думаю, стоит ли мне вообще об этом болтать, с кем-то, осуждать кого-то, стоит она этого, нет, ценно ли для меня это, нет, куда я свое время трачу, время это есть энергия твоя, куда я свое внимание, что я взращу своим вниманием, чему даю жизнь, у меня же энергия уходит, осуждая кого-то, у меня же энергия моя уходит, любимая моя энергия, драгоценная моя энергия, которая мне нужна для поддержания моей физики, Все, я, значит, этот опыт прожила, осознала, что мне этот опыт не нужен, так я пойду другой опыт. И начинаю пробовать все эти опыты осознанно проживать. И я поняла, что осознала, что, да, все, кто этот опыт проживает, некоторые, которые до конца идут, они вон на кладбище все. Который не ведет к жизни. Который ведет к смерти. И эти опыты закрываются. Как бы, все, концом смерти, вот на кладбище, который люди, да, вот так вот, как люди жили, вот, которые на кладбище лежат, вот так, как люди жили, этот опыт ведет к смерти. Вот это до меня дошло. Жертва, 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 позиция жертвы, когда ты живешь из позиции жертвы, все виноваты, все некрасивые, все уроды, все плохие и так далее, и так далее. Весь мир ужасен, все несовершенно, это ведет к смерти. Вот, пожалуйста, на кладбище все. Жертва должна умереть. Жертва, которая живет из позиции потребительства, из позиции непротензия к миру своему, к своему же миру, которую сотворил он сам, и он недоволен этим миром, своими, значит, желаниями, которых он не знает, а своих желаний он не знает, эти желания. Он недоволен, все, он умирает. А те, которые живут из позиции познания своих желаний, что такое желание, откуда они рождаются, что вообще происходит, познавать. В Библии, кстати, написано, познаем самого себя, все свои внутренние желания, свое сознание познаем. Вот это ведет к жизни. Познание себя. Не претензии предъявлять, а познавать. Для чего я сотворяю вот таких людей? Для чего сотворяю такие события? Для чего я сотворяю вообще вот этот мир ужасный? Что за этим стоит? Из какого желания это сотворяю? Ты начинаешь познавать потихонечку, потихонечку. Вот. Вот такие дела. Продолжение следует...